Добрый день, друзья! С вами Евгения, и вы на моем крымском канале. Друзья, сегодня репортаж из Алубки. К нам приехала Енина Павленко, руководитель Ялты. И я вам предлагаю фрагменты, наиболее интересные не только для местных жителей, но также для наших дорогих туристов. В общем, вот предлагаю вам фрагменты встречи. Дорогие друзья, я никуда не баллотируюсь. Я не буду вас агитировать, даже вообще не переживайте за это. Енина Петровна, но наш бы дом хотел поблагодарить Ялтинскую администрацию. Нам за 15 дней сделали ремонт в первом подъезде. Все очень довольны. Ну, естественно, там же пенсионеры не могли прийти. Я очень рада, спасибо вам, очень приятно. Когда благодарят, это хорошо, для этого мы и работаем. Но я хотела поблизо с вами поговорить о том, какие проблемы у вас сейчас есть. Потому что, собственно говоря, что у нас? Какие проблемные дома? Ой, у нас дома много проблем. Вы упери, спасибо, что для нас всегда помоете. У нас есть проблемы? Да, мы сходим, как нам, что там наши страны. Просто уходим, конечно же. А можно узнать, как подвезти газ или подать документы, чтобы к многоквартирному дому газ подвели? Пока никак. Я приехала с Юлечкой, своей помощницей. И я прошу, чтобы мы с вами, со старшими по домам познакомились. Вот вы руки поднимите, пожалуйста, старшая по домам. Кто у нас присутствует? Ой, супер. Вы, пожалуйста, не уйдите, пока с Юлечкой вы не познакомитесь. И здесь прошу отразить те проблемные вопросы, которые есть, и которые будем обсуждать, чтобы я ничего не забыла. Чего не будет, мы думаем, как узаконить и сделать из этого красивую историю. Чтобы предприниматели сохранили свои рабочие места, но при этом еще бюджет платили. И цены соблюдали, рекомендованные, а не так, как это есть сейчас. Я понимаю, что его сейчас на осень не закроют, ничего? Нет, а чего его должны закрыть? У нас просто предприниматели, мы хотим все, а взамен ничего. Понимаете, мы так привыкли, мы так работаем, а типа мы хотим так дальше. Так не будет. Поэтому все будут платить, как положено, в бюджет города и работать. Где-то качельки. Здесь круглые для трех лет, здесь там корочку для семи лет, тут фонарик, тут урна. Проголосовали, протокол общего собрания есть. Направляете в ДЖКХ решение общего собрания многоквартирного дома. Прилагаете схему, графически, хоть от руки нарисованы, что вы хотите тут, тут, тут. И просите подать ваш двор для участия в программе формирования «Комфортная городская среда». И за счет денег из федерального бюджета в рамках этой программы получаете деньги на свой двор. Сегодня фонд уже практика колоссальная. Просто идёт и взыскивает вообще без всякого. Оплата фонда – обязательное условие. А я вам в помощь по поручению главы, чтобы вас всех провести за руку, чтобы в текущем году вы получили капитальный ремонт. Давайте 90% будет вам капитальный ремонт. Всё. И вам не надо никого просить и умолять о чём-то. Вы сами себе хозяева. Государство и глава создали все условия для того, чтобы... Она закончила хотя бы срочно. Она ещё не началась. Ну я могу сказать, что закончена. Значит, послушайте, пожалуйста, в отношении лягушки, послушайте, пожалуйста, в отношении пляжей. Напомним, что в конце ноября порядка 70 берегоукрепительных сооружений пострадало по всей территории. Значит, в настоящий момент выделено республике из федерального бюджета по чрезвычайным ситуациям денежных средств почти 4 миллиарда на ремонт берегоукрепительных сооружений, в том числе и 23 в Ялте. В 23 в Ялте не попали Алубкинские пляжи. Почему? Потому что пляжей нет от слова вообще. Это вы прекрасно знаете. Но Алубкинские пляжи попали в реконструкцию, которая запланирована на 25-27 годы. Потому что то, что в Алубке мы имеем, это, к сожалению, такая же история. А почему сейчас лягушка закрыли? Лягушку закрыли забором. Что там происходит? Там ничего не происходит. Там просто стоят экскавады. А, Господи, востоке. Почему? Алубкинские пляжи. Тихонечко. Значит, а чего ты меня не поправляешь? Господи, это Солубка. Южнобережная это ЗТ. Южнобережная или Лягушка? А что ты молчишь? Вот сейчас, секундочку. Что у нас делается по текущему ремонту? Южнобережная и что еще? Или Боброва? Лягушка. Лягушка Боброва. А, лягушка это Боброва. Вот она и делается. Так это частная территория будет? Какая частная? Потому что они закрыли там и мы знаем, как вот это отрезается. Кусочки моря. Нет, это нет. Чтобы не пострадали, когда ведутся. Друзья, работы закончатся, все открываем. Здравствуйте. А все остальные пляжи? Но люди там купаются с детьми. Как они туда проходят? Друг мой, ну это уже ответственность тех людей, которые находятся впереди планеты всей. Потому что надо закончить ремонт и до конца года. У вас сейчас такое движение начнет. Потом, там дальше. Дальше у нас, самое, великая стена Медведчука стоит. Который там вроде как кто-то другой же вместо него. Ну, тем не менее, стенка стоит. И как он ее отжал еще при Украине, так до сих пор этот пляж, туда доступа нет. Это территория с низа нашего Чукава. Нет, мы говорим с правой стороны, где новый пляж, который сделан у нас берега укрепления. А это левая сторона, посредине Медведчук. Посредине Медведчук, я понимаю. Там частная собственность. Так а море при чем здесь? Доступ 20 метров. Море тоже частное? Дорогие друзья, нет. Слушайте, пожалуйста. Море не может быть частным, и доступ к морю не должен быть прегражден. Ну, так отчет. Там великая стена. Да? Слезайся. Надо пойти посмотреть. Так вы можете набрать в интернете и увидите все. На сохранении не дали собрать. Нет. Это чуть-чуть не реконструкция, это ремонт. Ремонт. Но дело в том, что там раньше был проход мимо этого... Сервитут, да, Сервитут. Нас лишили прохода. Да, фактически лишили подхода. Раньше был прямой подход мимо этого санатория детского. Добрукова. Вниз. Я еще раз объясняю. Детский санаторий по закону. Нет, там проходят... Нет, там есть вариант, как обойти. Там был вариант, но его перекрыли, собрали себе кусок. Там был проход. Слушайте, еще раз говорю. У вас есть руководитель терроргана? Вперед. Он тоже идет по территории санатория Боброва. Нет. Обход. Обход нет. 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 Не можно, потому что ни один мостик, ни второй делаются не в рамках бюджета, а делаются именно хозяйственным способом, поскольку юридически их там быть не может. Поэтому не можно. А как юридически сделаешь? А юридически это надо. Проводить обследование. Как шестая? Шестая? Но она первая девочка. Пять мальчиков? Боже мой. Так вы мать-героиня. Ну нет, тебе же десять надо. И что, идем на рекламу? Нет, постарайся. Нет, ты последний раз говорила о нем. Нет, нет, нет. Мы ждем. Ирина Петровна, еще один вопрос. Садики, вот растут дети, садик. Ой, садик у вас, слава богу, сейчас завершается проектирование, как я и обещала, на двух гектарах в центре поселка строят. Как это, в этом году? Города. Города. Это вот там, где собрались, около больницы. Да, а на следующий год этот садик включен в программу, пойдет на капитальный ремонт. Два садика. То есть будет два. Спасибо. На что нам надеялись? Все, да. Не важно. Да, все, пока не отвечали. Пока что я могу вам сказать, что я выделила земельный участок, он полностью сформирован, оформлен и передан в федеральную собственность. И он достаточно большой. Еще я знаю, что в МВА есть идея строить там модульное здание новой поликлиники, потому что то, что сегодня есть, конечно, ну конечно. Это позор просто. Да, как говорят, это никак. На подсознанных хозяйствах? Сейчас так это вот где? Там же. Там же, нет? Да, огромная вся территория. Я не знаю, что скорую помощь, так я понимаю. Да, и у нас планы прям, и скорую там, и... Да много бы там. А скорую оставили? Да, и землю отдали. Конечно, вы что, как у вас ее забрать? Более того, я хочу сказать. Я предложила, и, кстати, я, пользуясь случаем, приглашаю ваших общественников приезжать к нам раз в две недели на оперативно-хозяйственное совещание в городе, где многие из многих поселков и с города и с Алубки приезжают. Только Виктор на Худабандае постоянно ездит. Мы рады. Чем больше вы там будете слышать, тем меньше у вас будет вопросов. Потому что там мы как раз все это обсуждаем, все это рассказываем, мы это все доносим, информируем. Так вот, на одном из заседаний в начале лета я предложила руководителю ФНБА и руководителю скорой помощи поселить врачей, чтобы, как в ковид, помните, нам давали дополнительные силы со всей России. Ведь мы курортный регион, и однозначно нам нужны с вами сегодня усиления, как нигде в других местах. Мы курорт. К слову скажу, из 2 миллионов 700 тысяч гостей, которые приехали по состоянию на 1 августа, 1 миллион 400 приехали куда? В Ялту. Поэтому, конечно, к Ялте должно быть особое внимание, о чем я постоянно говорю. Ну и спасибо нашим властям, и Сергею Валерьевичу, Юрию Михайловичу, и федеральной власти, потому что нам очень много всего делается. У меня был третий обход с первым, ну, скажем, Греком Полу. Да, да, да. Я просила его как раз насчет создания общественной территории. У меня для вас отличная новость. Да, мы знаем. Да. Другого я ничего не могу пока пообещать. Вы знаете, что я человек. Ну вот, друзья, надеюсь, вам было интересно. Встреча прошла очень конструктивно, информативно, и, главное, атмосфера была очень дружеская, душевная такая. Мне очень понравилось, я была первый раз на такой встрече. Ну, надеюсь, что вам будет это интересно, и в дальнейшем буду вас информировать о новостях, которые у нас в нашей общественной жизни в Алубке проходят с вами. Как всегда, друзья, была ваша Евгения, и до новых прекрасных встреч на моем канале.